у нас камера r7 с объективом токина 11-20 f2.8 новая моделька вот так она выглядит это знаете есть старые модели есть новая это одна из новых ее тяжелее найти выглядит нам в таком формате она уже смотрится поновее тут тоже этот переключатель есть f2.8 r7 и что интересна вот уже нужно главное чтобы была информация больше не красивая картинка там и кит музыка и так далее вам нужна инфа вот я вам даю инфу чтобы вы не тратили свои деньги напрасно и не покупайте р7 вырубайте это видео а кто хочет знать почему смотрим дальше сравниваем ее с r5 и уже было у меня одно видео там где мне как обычно говорили что ты там не шаришь главное свет и так далее но сейчас я снимаю допустим на red на камеру red как вы видите картинку нравится она будет не нравится вот вы можете для себя определить это там не телефон какой-то там не знаю iphone это профессиональная сейчас у меня камера снимает в таком режиме потому что я не хочу захватывать все что у меня слева справа и хочу показать вам камеру в общем говоря съемка на red камера r5 и r7 потому что я не хочу захватывать все что у меня в общем не типа сна эта камера ребята это вот телефон обычный с 23 ультра я взял r7 просто я перешел через себя взяла 7 на фотосессию было предложить предложение руки и сердца не хотел ее брать на самом деле но взял смотрите что мне в этой r7 не нравится хоть я купил объектив f2.8 и я провел тесты f2.8 снимает почему-то точно так же как и f2.8 на полном кадре в плане чего точно также в плане iso iso 1350 и на камеры canon iso тоже 1350 с такими же объективами хотя здесь как бы crop должно быть там допустим iso завышено быть там 2000 или там 3000 iso потому что света проходит меньше всего меньше матрица маленькая и тому подобное но почему-то диапазон iso показывает одинаковое что на crop и что на полном кадре с этими объективами мой прошлый обзор был с объективом 4.5 дырка была и 3.5 дырка была даст это вообще днище объективы ночью снимать с ними противопоказано и если вы хотите ночную фотографию то вам нужно очень очень сильно постараться именно со светом со светом париться если вы хотите такие быстрые фастовые фотографии где нужно быстро реагировать у вас будет получаться какашка iso будет завышена там 5000 6000 она уже не тянет и уже как каши идет и так далее вот конечно же r5 в этом плане лучше ночная камера это r5 смотрите взял эту камеру и поскольку здесь новый башмак он с сейчас давай давай он с дополнительными как бы сказать забыл как это по-русски дополнительные в общем там есть входы разъемы в этом башмаке мне друг говорит типа это с чипом пусть будет башмак с чипом вот видите эти разъемы внутри возможно из этих разъемов из того что она новая это обычная вспышка она на ней не работает в каком плане мне очень важно допустим быстро менять настройки вспышки на самой камере и смотрите батарея заряжена и смотрите сейчас мы поменяем батарейку и все покажем расскажем первое неудобство которое я ощутил это вот в этом плане я постарался максимально перенести все настройки кнопочки на эту камеру чтобы не было очень удобно кстати здесь кроп режима нету как в этой камере у вас будет с этим проблемы если захотеть допустим из полтинника сделать там 65 миллиметров дали на 16 можете там 70 чем-то миллиметров у вас то не получится хотя здесь 33 мегапикселя можно как бы типа копнуть еще дополнительно да вот будет там у вас 15-20 мегапикселей но уже с крупным но почему-то нельзя окей с фулфермом вы можете укропнуть любую линзу и так смотрите мы включаем камеру мы включаем вспышку и чтобы мы не парились допустим на самой камере не юзали минус 3 плюс 3 и так далее не корректировали на самой вспышки потому что не всегда удобно я корректирую это на камере одной кнопкой вот этой вот ее на сука корректируется так сейчас осталось подожди она мне эта вспышка мне делала мозг кучу времени еще с лета точнее не вспышка эта камера я написала вы несовместимы интересно каким образом я не совместим сейчас все корректируется интересно окей ну-ка минус идем идем в минус и что он говорит блин все нормально все работает ребята ладно дизале это означает сожалею по-французски почему-то сейчас все корректируется окей в общем иногда она не понимает эту вспышку и она говорит что ваша вспышка не совместима с камерой это может произойти в любой момент в любой момент и зачастую мне это происходит именно на съемке это меня дико бесит с R5 такого никогда не было конечно же это может решить проблему того что вы можете поставить сюда каноновскую вспышку и с этими чипами дополнительными разъемами которые там есть но это стоит дороже и она тяжелее эта вспышка мне нравится она легкая поэтому я ее пользуюсь проверим что у нас по записи идет согласен это первый мой пункт был сейчас не убедительный потому что вспышка заработала на камеру ну такое всегда бывает да на камеру когда вы хотите что-то пожаловаться оно все работает все идеально во вторых смотрите когда ты пользуетесь этой камерой я нашел объектив f2.8 зум объектив мне нужен был суперширик нашел только его потому что только он с f2.8 и проблема в чем в том что здесь зум у вас идет как у никона и надо заметить то что эту токину канон воспринимает как 1755 f2.8 вот такие параметры он видит он видит диафрагму f2.8 диафрагму f22 все нормально но вот объектив он видит этот как каноновский фокусные значения они здесь задом наперед как на никоне вот объектив как будто бы никоновский стоит потому что на каноне здесь у нас 18 здесь у нас 10 здесь же наоборот здесь у нас 20 здесь у нас 11 вот такая вот ситуация и вот что именно для меня очень важно у нас сейчас стоит камера crop r7 и полного кадровая камера r5 и на обоих обе и на обоих камерах дырка 28 стоит может видеть настройки на 2 и 8 50 кадров в секунду 2 и 8 50 кадров в секунду 1 50 выдержка я имею ввиду и мы смотрим мне было очень интересно сколько же и будет различить отличаться с кропа на полном кадре и смотрите на полном кадре у нас если даже завышена 1250 здесь у нас и со 1000 мы смотрим авто из а и у нас экспозиция по нулям везде и камеры определяют это так что здесь должно быть 1000 здесь должно быть 1250 почему я использую именно автоматической иса потому что я часто пользуюсь этими настройками выдержка диафрагма я контролирую а иса у меня на автомате часто стоит и мне интересно и важно узнать насколько будет выше иса на крупе но смотрите на крупе с этим объективом она ниже это просто интересно это очень интересно почему так получается потому что по идее на крупе на крупе должно быть иса завышена потому что мы все умножаем на 16 то бишь фокусное расстояние умножили на 16 дырка у нас тоже получается умножаем и 28 на 16 нас получается не 28 дырка здесь а по идее на более закрытого должна быть и поскольку у нас дырка должна быть более закрытая здесь с пересчетом да на кроп должно быть иисса выше должно быть допустим иисса 1500 3600 ну а здесь у нас получается иса на равных смотрите сейчас у нас на равных если 1250 1250 получается что получается что у нас по светосиле если мы надеваем на кроп 28 этот объектив то у нас все на равных и мы можем спокойно пользоваться ночью этой камеры полнокадровой и кропом но мы сейчас это еще посмотрим мы сейчас прям поставим точные настройки не будем смотреть на иса мы поставим допустим для примера у нас иса будет 1000 и здесь у нас будет иса 1000 1000 мы сейчас запишем эти кадры посмотрим на исходники как они будут смотреться смотрим настройки 4k 25 кадров в секунду 4k 25 кадров в секунду качество сжатое у нас также у нас по кельвинам 3200 здесь и и 3200 у нас кельвинов и здесь все одинаково все одинаково 1,5 выдержки 2.8 до 50 2.8 иса 1000 у нас показывает экспозицию на нуле то что сейчас по экспозиции все хорошо и мы начинаем записывать теперь у нас запись идет с canon r5 смотрим также на цвета сравниваем с canon r7 и думаем что лучше я тоже посмотрю все это на монтажке и скажу свое мнение запись идет с canon r7 вот такую мы видим картинку смотрим на четкость на цвета и сравниваем с canon r5 по высокой чистоте кадров по скоростной записи мы можем наблюдать то что сейчас у нас определение идет как 2 500 на canon r7 и 2000 уже идет у нас на canon r5 то бишь полный кадр здесь выиграл но если мы поставим сейчас 2000 2000 здесь и 2000 на r5 что мы можем увидеть по экспозиции он нам что-то покажет или нет экспозиция у нас здесь на нуле и здесь тоже номер ну то бишь если мы ставим вручную то мы можем наблюдать то что экспозиция она одинаковая даже если у нас будет это все замедленном режиме сейчас мы тоже замедленный режим посмотрим проверим как работает и конечно же вы привыкаете крутить ее так когда вы берете допустим тот же canon да вроде бы тот же canon но у вас из-за того что линза другая у вас зум получается в противоположную сторону и вы постоянно тупите если вам нужно быстро работать если работаете уже профессиональные каждый день это дико дико неудобно так как просто помидать вам за место канона nikon и все там все другое 10 то же самое даже просто элементарно с этой обычной линзы ты уже начинаешь ула не улавлять какие-то моменты уже начинаешь раздражаться и еще помимо того что иногда вспышка здесь не работает она говорит что мы не совместимы это дополнительно приносит неудобства которые мне нафиг не нужны третье что здесь еще не так здесь у вас смотрите переключение о идиотская вы из видео с фото режима должны включиться видео чтобы записать видео которое вам нужно по настройкам просто в этом режиме у вас стандартное видео записывается не сломошен просто стандартное видео лишь бы было какое-то определенное видео вам нужно постоянно переключаться и когда переключайтесь обратно вы случайно выключаете камеру и так вот постоянно это тут постоянно от этого фигня вот-вот никого тканом что вы сделали поняли говно идиотское полное идиотское говно также как и изделия на r6 more 2 вот это вот идиотскую переключалка вот здесь с фото видео с фото видео зачем это пользоваться фото видео слева зачем переключаться если я не хочу использовать вторую руку я хочу использовать только одну но приходится мне любить эту дичь на 8 на r6 more 2 полная лажа r5 в этом плане самый сейчас лучше потому что он самый удобный немножко уже старый да но он удобный у нас уже 9 минут идет 9 минут здесь все хорошо чаще слету мы скажем по плюсам камеры здесь такая же вас батарейка какие на всех остальных нормальных камерах профессиональных по крутилкам да здесь конечно немножко все другое отличается в принципе можно привыкнуть это не сильно уши накаляет меня вот эти три момента я вам рассказал который мне не нравится и еще один момент да конечно скропы вам нужно пересчитывать все эти зумы здесь вот 11 миллиметров умножаем на 1,6 получается там что-то около 17 миллиметров по моему а мне нужно 15-16 эти один миллиметр два не очень сильно влияет допустим в моей ситуации и у вас опять у вас нужно подстраиваться под этот зум и опять все это начинается колбасня мне очень она не подходит для меня она не подходит slow motion здесь неплохой но по ощущениям он не дотягивает до slow motion по качеству по битрейту как на r5 хотя здесь битрет можно выбирать ipb и либо там не знаю получу да вариант но приемлемо приемлемо да по фокусу тоже хорошо она нормально отрабатывает все же эта новая камера вот по iso она не так хорошо отрабатывает какая-то но по крайней мере потому что не по крайней мере а потому что здесь crop вариант и iso здесь завышенная очень ты страдаешь из этого картинка не такая получается интересная насыщенная и качественная вот вот эти вот минусы быстрые минусы которые мне не нравится и по которым я эту камеру себе не оставлю и следующая камера которые возьмут и скорее все будет r8 потому что полный кадр и картинка ночью будет намного лучше качестве ты не будешь краснеть перед клиентами думать блин ты такой дерьмо на снимал эту камеру думаешь как они это будут смотреть вообще вот такого не будет у вас полным кадром она будет уже почище получше и так далее и по крайней мере я смогу использовать канонские стандартные линзы 16-35 15-35 на r8 это все по стандарту крутится влево вправо все как я привык и так далее нет эти вот бубны с плясом которые ты пытаешься выжать из кропа офигенную офигенную камеру чтобы она снимала также как и full frame нет ребята не получится вы забудьте про эту хрень полную вот и не можете вы насобирать денег на полный кадр ну все страдайте с кропом и жалуйтесь можете насобирать на полный кадр берите полный кадр не пожалеете конечно картинка будет лучше вот если вы хотите из кропа сделать полный кадр и страдать страдайте если вы мазохисты я просто протестировал мне было интересно смогу ли я уменьшить свои расходы и сделать такую же картинку как и на полном кадре получается на троечку из 5 баллов на троечку меня эта троечка не устраивает и поэтому я буду избавляться от кропа и наверное все же не буду возвращаться на кроп просто ну кроп не нужен мне он профессионалам он не нужен кроп говно ребята и чтобы там не говорили снимая каждый день по 2000 фотографий и все это я знаю прекрасно как это все работает и пожалуйста не пишите в комментариях все кудить потому что я буду вас блокировать удалять и хотите посраться сритесь друг с другом мне ничего написать не надо вот послушали мое видео мой обзор мой личный все закрыли либо лайкнули закрыли это видео это видео что могу сказать еще про эту камеру тех кому нужен кроп кого устраивает кроп и так далее он прыгать с кропом работать я думаю вы не пожалеете что вы взяли в принципе да да если вы будете переходить с никон как пример никон z50 снимается у меня никон z50 да камера либо ну canon m50 на canon r7 вы сделали апгрейд в лучшую сторону конечно же вам она понравится потому что все же камера она в этом плане неплохая если вы с более худшей идете на более лучшую это конечно это смотря чем сравнивать да там sony a50 там a77 вы перейдете на r7 конечно же она будет классная она вам будет нравиться и вы будете говорить в комментариях r7 офигенная камера что ты на нее ругаешься так потому что у тебя до этого было там никон d90 и ты перешел на эту canon r7 и тебе она кажется что это небесная манна на тебя упала и ты такой счастливый говорит что это лучшая камера в мире нет это не лучшая камера в мире ребята лучшая камера в мире сейчас r5 и может быть то работает с соньками там не знаю флагманские соньки лучшие для них тоже там но лучшие потому что это флагманы я тоже я с нетерпением жду canon r5 mark 2 потому что я надеюсь они сделают его еще удобнее я очень надеюсь если они сделают в нее удобнее я нафиг пошли буду также на r5 фотографировать и мне все устраивает да фокус не такой классный как на r6 mark 2 там он пока что лучший вот но за счет того что r6 mark 2 она не устроила меня с этими переключалками с видео слева направо вот эту дрочь придумали мазохисты канонские я ее продал нафиг и там еще кстати гнездо полетело одной SD карты короче либо ремонтировать и оставлять либо продавать в итоге продал и и конец с этим в общем мой краткий обзор про то что лучше r7 либо r5 r5 конечно пока